У нас в прошлый раз разбило все, а сейчас тем более. Так что, хорошего ничего. Миколаев-Котрез исключает российский мир. Пошкоджена трехповерховая будильня, которая фактически подлежит снесенню. Навколо пошкоджено близко семи многоповерхов и приватный сектор. Ничего абсолютно не было видно из-за боли. Мне было тяжело дышать. Я закрыла лицо. Потом просто ждала. Потом позвали людей, и они стали расчищать вход, чтобы вытащить. Потому что самостоятельно мы не могли выйти. Двери даже разрывало на куски. Какой сильный был взрыв. Мне он спал. И на меня, получается, пыталась упасть от окна. Держали гаражный кооператив. И повтордало пять будинок, где вылетела частина в окон. Да, машина много загорела. У моего машины в гараже не было. Был только прицеп. У людей он загорелся. Весла, лодка была, его тоже уже нет. Мы переехали на другую квартиру. Тут сделали ремонт. Вся мебель тут. Стрикуем комнатные квартиры. Так что... И все. Мама дорогая. Страшный гул. Видно было. Аж в прихожую освещало. Что свет сильный таким вот огнем. Потом вот это вот... Был уже удар. И уже следом послышали, что у соседей. И у меня... Ну, себя сразу и не поняла. Полетели стекла. Дальше двое. Дальше. Дальше. «Под час гасіння пожежі також травмувався співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуаций. Станом на зараз надзвичайники рятували двох людей та евакуювали 30 мешканців будинку. Станом на 10-40, спід завалів також вивільнили тіло загиблого чоловіка».